всем привет меня зовут юля мы продолжаем традицию наших пятничных посиделок и сегодня мне хочется начать не с объявления тем а с небольшого объявления по поводу графика видео я вам в конце прошлого ролика уже рассказывала по какой схеме этим летом выходят мои видео но все равно продолжаю получать много вопросов поэтому вот сейчас чтобы все точно услышали и видео стало действительно больше потому что я занялась расписанием и до конца лета видео будут точно выходить по схеме воскресенье 12 часов дня вторник 6 часов вечера и пятница пятница вечер вот как сегодня тоже в 6 часов вечера посмотрим насколько это расписание приживется насколько всем будет удобно и комфортно его смотреть но вот до сентября видео будут выходить точно по такому графику сегодня же мы поговорим на две темы во первых я расскажу вам как начали продвигаться мои летние читательские планы я очень так лихо и бодро за них взялась это ни в коем случае не отчета прочитанном просто мне хочется про некоторые книги как можно скорее вам рассказать потому что эмоции пока еще свежие немножко про пехова про сандерсон и почему они в моей голове никак не могут стать на одну полку ну и в принципе поделюсь самыми свежими новостями из своего прочитанного и наконец во вторых расскажу как буквально на этой неделе сбылась моя мечта и я точно эту тему мне хотелось с нее начать но я оставляю ее до конца видео потому что боюсь что моя адекватность с каждой минутой моей речи на эту тему будет все больше улетучиваться и улетучиваться я закончу видео просто не знаю рыдая или что-то в этом духе но я очень постараюсь собраться донести до вас информацию поделиться адекватно своими эмоциями хотя боюсь этого не получится сделать и давайте начинать начнем мы с книг начну с того что я вот уже за две прошедшие недели лета убедилась в пользе съемки видео с читательскими планами потому что сама к своему видео возвращалась уже два раза я вам оставлю на него ссылку потому что мне тяжело выбрать вот какую книгу прямо следующую читать я открываю видео смотрю что я там напланировала и сразу у меня отпадают всякие вопросы я начала свое лето со стража пехова в принципе как вам и обещала и сразу два момента во первых этот том на который я жаловалась что здесь очень мелкий шрифт и уже успела даже пожалеть что его купила на самом деле оказался вполне вполне удобным во первых он не критического веса то есть вполне мне его удобно в одной руке держать читать конечно я за пределы квартиры его не выношу но в принципе передвигаться вот по комнате не знаю там лежа сидя как угодно читать удобно во вторых мне нравится читать его с чисто психологической точки зрения потому что вот в этом томе собрана вся тетралогия в одном томе и когда я закончила первую книгу у меня вообще не было ощущение что я читала какой-то не знаю большой текст и закончив первую книгу уже немножко начав вторую я такая а что уже закончилась первая часть то есть я начинаю активно продвигаться внутри этой тетралогии и получается что читать очень и очень легко то есть у тебя концу тома будет создаваться впечатления наверное что ты прочитал всего одну историю и одну книгу без дробления ее на какие-то части то есть вот лично мне это читать психологически очень и очень комфортно так что по поводу издания я им довольна дальше по поводу содержания ну как вы можете сделать вывод и я уже приступаю ко второй части мне очень и очень нравится вот пехов это тот автор который не вызывает у меня безумного восторга то есть мне не хочется знаете со слезами радости на глазах как про сандерсона про него рассказывать но при этом мне очень и очень интересно и я даже не помню почему я когда в предыдущий раз пару лет назад начинала читать вот стражи почему я его тогда бросила что меня остановила и перебила мое чтение но сейчас явно этого не произойдет я даже думала что пехово буду читать перемешку ну допустим вот сандерсоном там дочитывать обе кроме но определенно я так не буду делать потому что мне хочется с головой идти в эту историю и я думаю что в плане фэнтези вот как раз до конца июня я должна успеть его дочитать я буду читать исключительно стража чтобы закончить этот цикл и я точно сделаю еще перерыв между стражем и хрониками сиалы чтобы у меня все это не сливалось в одну кашу и параллельно я начинала пепел и сталь но здесь я прочитала буквально не знаю наверное страниц 20 это круто это новый мир сандерсона он на он выписан все так же потрясающе и это те самые кинематографичные цвета внутри вселенной внутри этого мира про которые я вам рассказывала но однозначно сандерсон у меня остается на июле здесь кстати небольшой совсем спойлер к книжным покупкам сейчас по моему вышла допечатка героя веков третьей книги за которые все года год назад активно охотились потому что она пропала из продажи но и второй том тоже можно найти и пока я их увидела в читай городе я их просто вот схватила быстрее на полке поставить так что если вы тоже собираетесь читать трилогию рожденный туманом обратите внимание книги сейчас есть в продаже и это отличный вариант их купить потому что неизвестно что с брендом сандерсоном будет дальше я очень боюсь что его книги пропадут к тому моменту как я буду вам про них рассказывать и начнутся опять вот эти массовые поиски как было со скоттом линчем это настоящая эпопея ребят которая нуждается наверное отдельного рассказа потому что я сама уже когда покупала скотта линча я искала его в рознице потому что книги не допечатывались и это там пятнадцатый четырнадцатый год издания и когда я про них рассказала меня просто завалили вопросами где ты взяла где их найти я знаю что в издательство писали это конечно было очень приятно что по моему рассказу так вы активно взялись за их поиски и поэтому я теперь считаю своим долгом обращать внимание если книги находятся вот в таком критичном количестве и возможно из продажи пропадут дальше мой любимый джо обвер кромби я дочитала его море осколков у меня вот на июнь оставалось пол войны книги читаются очень легко и я не буду пока углубляться в сюжет но скажу вам что отзывы которые я слышала на эту трилогию совершенно не соответствует действительности то есть ее называют подростковой очень простенькой единственное что здесь есть простенького это меньшее количество жестокости и меньшее количество подробностей я бы ни в коем случае не назвала эту трилогию подростковой если бы эта трилогия попала ко мне в руки просто с названием и я бы даже не знала автора я бы уже в начале первой книги абсолютно точно могла сказать что это мой любимый джо обер кромби и плюс я ни в одной рецензии но может я просто мало читала не видела что отмечает сходство и ориентированность этой трилогии на скандинавскую мифологию для меня это стало просто открытием и величайшим не знаю подарком сюрпризом потому что я очень люблю скандинавскую мифологию если бы я знала что в этих книгах речь идет ну не речь идет а во многом автор списывал там традиции обычая мифологию я бы в первую очередь наверное за не схватилась еще раньше первого закона и других книг обер кроме поэтому это восторг я обязательно вот в следующем да может даже до конца июня успею снять полное видео про джо обер кроме путеводители по всем его написанным на данный момент книгам чтобы вы знали с чего начинать на что ориентироваться какие книги кому придут по вкусу но как обычно ваш любимый и мой любимый гид по творчеству писателя а вот дальше три книги это уже прочитанное в завершенном виде и сейчас будет море восторгов потому что это ричард фейнман и вы конечно же шутите мистер фейнман эта книга определенно войдет в топ лучшего прочитанного в году и в принципе в список моих любимых книг кто такой ричард фейнман это один из создателей атомной бомбы специалист по квантовой электродинамике нобелевский лауреат но ни одно из официальных званий ни одна из официальных регалий как мне кажется в полной мере не характеризует личность ричарда фейнман это потрясающую незаурядную личность и каждый наверное знакомый этого человека мог сказать что для кого-то он был великим музыкантом для кого-то он был лингвистом для кого-то он был изобретателем ягра ядерной бомбы и это настолько большой пласт информации который вмещал в себя один человек вот понимаете он ехал в другую страну он мог выучить язык только к этой поездке и вот читая эту автобиографию мне опять захотелось порассуждать на тему человеческого таланта вот чаще всего я слышу мысли в принципе я в большинстве случаев с ней согласна что талант это сильно переоцененное значение и как правило в каждом гениальном человеке это пять процентов таланта и 95 процентов упорной невероятной работы я не говорю что ричард фейнман был бездельником но вот не каждый человек в четыре года уже создает собственную маленькую лабораторию и не каждому дана от природы вот эта фантастическая любознательность и тяга абсолютно ко всему вот данная биография больше всего напоминает какой-то не знаю приключенческий роман она в принципе состоит это не биография в привычном смысле слова что вот я родился я женился я учился и так далее это как бы набор небольших рассказов небольших заметок из жизни ученого и в принципе я бы даже могла назвать этот томик сборником рассказов потому что он читается очень так кусочно при этом давая полное представление о личности этого замечательного человека и при всей многогранности своей личности и очень насыщенной жизни ричард фейнман просто был в восторге от розыгрышей от шуток и самая их главная отличительная особенность все его подколы и розыгрыши были абсолютно невинными то есть ни одному человеку над которым он подшучивал не было обидно и это было настолько беззлобно и настолько гениально что но даже если вы ничего не понимаете физики как в принципе я вам будет интересно это читать и вы будете вот восторгаться личностью восторгаться человеком даже если вы ничего не знали про ричарда фейнман и вообще впервые вот сейчас в этом видео услышали данное сочетание имени и фамилии берите читайте вам скорее всего даже не скорее всего я не знаю как эта книга может не понравится потому что это вот какая-то феерия просто вот ты берешь в руки такой маленький салют и с каждой страницы на тебя просто события шутки это было совершенно потрясающе я уверена что еще не раз перечитаю данную автобиографию и вот ричард фейнман я отнесу его к тому уникальному типу людей которые озаряют вас просто своим присутствием вот и читаешь даже спустя годы его мысли на страницах книги там то что вот он пересказывает и рассказывает про себя и ты чувствуешь какую-то волну вот энергии я не знаю как это описать и назвать но книга производит какое-то неизгладимое впечатление совершенно подзаряжающее впечатление так что если вы находитесь в каком-то унылом состоянии не чувствуете в себе силы к жизни попробуйте эта книга очень и очень подзаряжает и мотивирует следующая прочитанная книга которыми тоже хочется вам рассказать это леонардо да винчи и его вселенная книга вышла в издательстве миф в серии биографии искусства и вот если ричарда фейнмана мы мы вы можете читать каком угодно виде там в электронке с телефона как хотите то эту книгу я советую именно хотя бы просто подержать в руках потому что это какое-то фантастическое ощущение что всю информацию для тебя собрали вот в папочку красиво и и оформили проиллюстрировали сделали в клейки сделали надписи от руки и вот тебе такое небольшое тебе такое небольшое собрание в руки дают и ты можешь абсолютно наслаждаться пролистывая эту информацию и касательно именно содержание книги здесь даны даны факты и из биографии леонардо да винчи очень интересные и занимательные они просто набор рандомных фанта фактов из википедии и при этом все факты жизни знаменитого художника еще связаны с его творчеством то есть что подталкивало его какой-то определенной картине или к определенной мысли и вот это очень тонкий сплав искусства и жизни и когда его читаешь тоже невозможно не восхищаться гениальностью человека невозможно не восхищаться тем как сама жизнь частенько диктует художникам дает направление им искусство и в принципе вот когда читаешь именно про леонардо да винчи создается ощущение что ты прикасаешься к чему-то не знаю вечное вечному и прекрасному это издание также включает себя работы учеников леонардо да винчи его последователей этюды заметки письма карты инженерные и архитектурные проекты здесь огромное количество иллюстраций и вот от книги действительно невозможно оторваться когда просто держишь ее в руках хочется уже когда-то ее прочитал хочется вернуться и просто продолжать рассматривать рассматривать она очень тактильно и визуально приятная это действительно книга которую хочется иметь своей библиотеке периодически брать в руки просто держать в руках я вам очень советую зайти в магазин просто вот посмотреть на нее вживую потому что ни одна листалка и ни одно вот такое показывание в кадре не даст вам представления насколько удачно получилось именно издание книга займет достойное место в моей библиотеке и еще две биографии которые более-менее связаны с музыкой это мы так плавно переходим к исполнению моей мечты во-первых владимир высоцкий крик в русском небе я поняла что это самая последняя книга которую я читала про высоцкого до этого я еще читала воспоминания марины влади по-моему они назывались владимир или прерванный полет это была очень старенькая книжечка я поняла что про высоцкого я знать не хочу ничего абсолютно не хочу знать ничего про его биографию и какие-то факты жизни я обожаю его творчество я огромная поклонница всего наследия высоцкого и литературного в плане прозы и стихотворного я обожаю его лирические композиции и в последнее время особенно полюбила сатирические и юмористические но вот как личность и особенно воспоминания чужих людей про высоцкого мне читать прямо но практически неприятно то есть я беру книгу открываю и понимаю что мой образ в голове созданный поэта и то что я получаю на в реальности даже если это и неправда не знаю у меня это абсолютно не коррелируется и мне не хочется ничего знать про высоцкого это вот книга становится финальной точкой в моем изучении личности данного поэта и еще одну книгу из разряда музыкальной биографии я читала в электронке это биография даема мастейна и life in a metal она называется и здесь пара слов просто о моей внимательности я обожаю музыкальные биографии я вам говорила что сейчас один из моих самых любимых жанров литературы я хочу перечитать просто все что вышло про современных музыкантов и про тех кто творил и жил в двадцатом веке начнем с того что из большой четверки трэшеров мегадет это наиболее близкая мне группа и я слушаю ее чаще всего и к металлике я гораздо более равнодушны мне было интересно естественно прочитать историю глазами такой одиозной фигуры при этом я книгу в интернете изначально увидела на английском и я даже не подумала что она есть на русском смысле я в интернет магазинах посмотрела что она не выходила думаю ну окей буду читать на английском это было очень сложно потому что там много сленговых выражений и вот кажется что наоборот речь от себя и такая разговорная должна читаться проще но ничего подобного я книгу читала буквально со словарем то есть мне было очень интересно но мне приходилось постоянно гуглить переводить и где-то за 20 страниц до финала я не знаю что-то мне в голову взбрело да по-моему я конкретное предложение просто искала перевод и я вижу что есть фанатский замечательный перевод этой книги который ну просто можно убрать и издавать то есть никаких косяков замечательный литературный текст мне просто хотелось в волосы на себе рвать но почему сразу было не проверить зачем мне было неделю просто мучиться ой ладно если вы хотя бы немножко шарите в истории тяжелой музыки то вы в курсе конфликта который произошел когда мастейна выгнали из металлики как он говорил что он сам ушел на самом деле ничего подобного и вся эта история тянулась на протяжении тридцатилетия и вот сейчас все говорят что они помирились они выступают на одной сцене там в общих приглашенных концертах но читая биографию мастейна я по ним я поняла что это обида которая произошла вот реально 30 лет назад уже даже больше до сих пор в его сердце и именно вот это его ярость на предательство друзей но как с его стороны его глазами это выглядело до сих пор не дает ему вернее дает ему наоборот силы на творчество энергию и вся вот эта его внутренняя ярость и злость воплощается именно в музыке и вот читая биографию я как раз поняла почему мне нравится мегадет и почему именно эта группа в мои минуты внутреннего разрушения и в мои минуты внутренней злости гораздо больше не соответствует и гораздо мне ее приятнее и логичнее слушать чем ту же металлику я ни в коем случае не хочу оскорбить фанатов металлики сказав что это какая-то слишком коммерческая история просто я дух трешака слышу именно в злости мастейна и читая биографию мы естественно узнаем как он пришел к миру музыки с чего началась история металлики и вот мне теперь очень хочется прочитать еще биографию металлики хотя я вам уже сказал что достаточно равнодушно к этой группе она кстати недавно по-моему вышла называется justice for all какая у них будет версия событий потому что глазами мастейна это выглядело абсолютно однобокая и не может быть там никаких трактовок что металлика были в чем-то там правыми касательно самой книги и здесь мастейна удалось меня удивить потому что это уникальный человек и уникальная биография где он абсолютно не стесняется быть собой вот я прочитала уже очень много музыкальных биографий и чаще всего они делятся на два типа либо где музыканты анализируют свою жизнь и но не то что заниматься морализаторством а сделать какие-то выводы с высоты прожитых лет сказать что вот здесь не надо было так делать а вот здесь надо было так делать или какой зи озборн все рассказать в шуточной форме и тебе не неприятно это читать мастейн же вот с первых страниц он как заявляет что я очень нехороший человек и тогда последней странице он на этом и настаивает то есть он абсолютно не пытается как-то обелить свои поступки или показаться более приятным человеком чем он есть на самом деле я плохой я этим горжусь и вот пожалуйста вы меня таким принимайте и насколько мне было вот в некоторых местах даже противно читать там про его поступки и про его мысли с которыми я с пятьюдесяти процентами абсолютно не согласна и мне хотелось просто вот взять эту книжку если бы она у меня была в печатном виде и растрепать и начать спорить с этим человеком так в конце я его практически зауважала за такую твердую позицию за таким и за такое вот намерение уверенность быть собой и не обращать внимание абсолютно ни на кого все равно получилось что я начала рассказывать про книги и немножко скатилась прочитанная но я все равно про каждую еще гораздо подробнее вам расскажу потому что каждая книга здесь заслуживает моего рассказа и начало июня у меня вышло очень насыщенное то есть я и фэнтези и биографии и как-то все это так легко читалось и все это с интересом читалось и вызывало у меня вот живой отклик поэтому прочитанная кстати напишите мне как бы вам лучше было смотреть прочитанная за лето по месяцам там в конце июня отчет июля и августа или один огромный ролик там просто полнометражный фильм получится в самом конце лета я обязательно к вам прислушаюсь ну и конечно же делитесь как началось ваше читательское лето что вы уже успели прочитать и к чему только собираетесь приступать и плавно с обсуждения музыкальной биографии мы переходим ко второй теме которая является крайне опасно для моего психологического здоровья и так расшатанного начиная с понедельника если очень коротко сбылась моя мечта я побывала на концерте проекта который в принципе не особо то дает концерты и познакомилась с одним из своих любимых вокалистов и чтобы вы понимали всю значимость и почему я называю это именно это исполнение мечты они просто там крутым событием в моей жизни я должна сделать вам небольшой экскурс в историю и начать слегка издалека потому что это будет справедливо по отношению к вам в первую очередь чтобы вы понимали о чем вообще идет речь и так есть музыкальная группа Demons and Wizards это совместный сайт проект двух очень известных людей Ханди Кюрша вокалиста blind guardian и Джона Шафера гитариста из Iced Earth этот проект появился еще в девяносто восьмом или девяносто девятом году и за все вот эти 20 лет они выпустили всего два альбома ну потому что музыканты заняты и заняты они в первую очередь своих основных группах и поэтому их совместное творчество настолько редко и настолько ценно и понятно что blind guardian это группа максимально ориентированная на фэнтези литературу у них наверное девяносто восемь процентов всех текстов это по мотивам фэнтези произведений и для меня эта группа очень является невероятно важной и сколько книг я прочла можно сказать по советам blind guardian и сколько замечательного фэнтези я открыла и насколько мне близка атмосфера и эстетика этой группы но ханзи кюш это понятно вообще один из моих любимых пяти вокалистов и вот даже в этом топе 5 выше него только клаус майн ну здесь я даже комментариев никаких давать не буду и сколько интервью отсмотрено сколько вы понимаете я уже даже в некоторых моментах могу сказать там куда он посмотрит куда он скажет то есть это абсолютный узнаете момент фанатизма и вообще моя мечта начала исполняться еще в декабре когда я в инстаграме увидела что анонсировали концерт я просто завизжала это это настолько было невероятно и когда вижу вот в их аккаунте появилась афиша с с буквами кириллицы я думаю это что какой-то фанатский прикол и у меня был самый первый купленный в россии билет потому что я вижу это я в состоянии аффекта прямо перехожу по ссылке покупаю этот билет и если посмотреть время когда стартовали продажи то наверное в билет там куплен буквально в первую минуту или первые две минуты и вот полгода подготовки моральной и материальной тоже мы там с подругой делали растяжку им дарили если бы они просто дали концерт я на него попала все это уже половина исполнения мечты но здесь за неделю до концерта я периодически заходила в сообщество вконтакте и проверяла ну чтоб там сет-лист появился там расписание как что и здесь я вижу что появляется возможность выиграть мит-эн-грид всего пять мест купить их нельзя и я вижу эту новость я помню тогда собиралась снимать видео я стою с телефоном я просто сажусь у меня настолько внутри вот эмоции они просто в урагане и они меняшь физически мне не дали ничего сделать я просто сажусь и начинаю лихорадочно соображать что мне делать я как раз тогда снимала до куда это был по моему предыдущий или перед ним вечер пятницы я вам в конце видео попросила кому несложно сделать репост чтобы повысить мои шансы на эту встречу и ребят за ту неделю пока вы делали репост и пока вы мне помогали я получила такой колоссальный отклик мне столько сообщений просто прислали в личку рассказывая о том насколько это важно вот познакомиться с таким значимым в твоей жизни человеком и насколько меня понимают и насколько меня поддерживают я столько замечательных слов столько замечательных и невероятных историй получила и вот концу недели и понятно что я волновалась там выиграю не выиграю концу недели мне даже уже было я поняла что моя цель и задача уже в принципе выполнена потому что я получила огромную поддержку и поняла вот насколько мы со многими из вас друг друга понимаем и насколько вот музыка и насколько какие-то фанатские увлечения в жизни играют огромную роль и что я это себе не придумываю и что нас действительно таких очень и очень много спасибо огромное всем за поддержку за каждый ваш лайк за каждый ваш репост и когда в субботу объявляют что да я вхожу в эту пятерку тех людей которые познакомиться с исполнителями отправиться на митингрид это было это был еще один момент моего абсолютного не знаю эмоционального пика потому что я это вижу и вот у меня снова все эмоции нахлынули я просто присела и остается два дня до встречи и тут меня уже начинает немножко подкалачивать о боже мой я сейчас занимаюсь сценической речью мне преподаватель говорит что две самые два самых главных момента это во первых держать свои эмоции под контролем и дышать и вот я сейчас понимаю что я вам говорю и я все эти правила просто рассыпались в дребезги потому что я не могу у меня такие безумные эмоции вот прошло уже четыре дня четверо суток после концерта меня ничуть не отпустило это первый наверное единственный концерт в моей жизни который был настолько эмоциональным но я опять вот перескочила с темы на тему ну все началось вот то чего я боялась что я начала прыгать с темы на тема продолжаем митингрид и когда я в понедельник уже приехала в москву перед концертом я встретилась со своей подругой с ирой ира привет тебе знаю ты смотришь и мы встретились пошли в кафешку там остается три часа до выступления и вот мы сидим вроде как разговариваем о чем-то а я сижу меня во первых вот так колотит я не могу собрать свои мысли в кучу я даже не помню о чем мы разговаривали вроде что-то про буктюб роде ира пыталась меня успокаивать и говорить да все нормально да все ты спросишь и все будет хорошо они придут доброжелательно настроены чего ты вообще боишься обе я настолько и не с я не могла просто совладать со своими эмоциями что я сижу я не пить не есть им и мне вот реально уже физически становилось плохо и когда уже мы подходили к тому моменту когда мне нужно заходить идти на этот митингрид на встречу нас уже забирают и тут знаете у меня что-то вот щелкает и наверное здесь огромное спасибо ребятам которые вот со мной ходили те пять шесть человек и все кто стоял в очереди у меня такое часто бывает когда я чувствую себя среди своих единомышленников и вот чувствую эту поддержку что никто не волнуется все мы друзья все мы единомышленники и все такое и меня как-то немножко отпустило и мы приходим на встречу мы как-то начинаем все между собой общаться огромное спасибо вот всем поклонникам которые попали со мной на эту встречу за спокойствие за адекватность и вообще за то что вы были такими милыми приятными людьми с которыми было не страшно весело и вообще выходят исполнители и естественно я немножко волновалась но это было не то волнение с которым я начинала заходить и от которого меня колотило это было приятное и радостное волнение и конечно ханси с джоном они были невероятно милыми они были невероятно дружелюбными я готовила для них подарки для ханзи арт-бук по властелину колец но это крутое издание и когда я его вручала я видела насколько ему приятно насколько он с удовольствием взял его рассмотрел и аннотацию все этот бантик мой потрог и джону я дарила графическую графические новеллы нила геймана по истории с кладбищем ну я обыграла там это словами рассказала почему атмосфера нила геймана соотносится у меня в голове с атмосферой demons and wizards и джон так тоже обрадовался он сказал что нил гейман это один из его любимых авторов что он обожает американских богов и мы немножко про это поговорили с хантем и немножко поговорили про про властелина колец и я один из основных вопросов которые мне хотелось задать я спрашивала про будет ли на новом альбоме что-то про брендана сандерсона потому что я слышала там какие-то отдаленные слухи и да он сказал что архив бурисвета это одно из лучших фэнтези которые он читал за последнее за последнее время и вот на новом альбоме demons and wizards который выйдет начале следующего года обязательно будет песня по архиву бурисветов по мотивам но еще без каких-либо деталей еще я спрашивала в каком фэнтези мире он бы хотел побывать я обозначила это как странный вопрос но он прямо разулыбался и видно что ему было очень приятно на это отвечать и он взял мой артбук и вот так постучал но и здесь было все понятно без слов и вся эта встреча прошла на то настолько но с одной стороны сумбурно потому что должно было побыть полчаса там было всего пятнадцать минут и всем хотелось сфотографироваться там и подарить свои подарки и пообщаться но вот настолько это было классно и настолько превзошло от все мои ожидания и меня еще на протяжении недели там то мама то подруга говорил ты не пойди ты не боишься разочароваться вот на экране он один а в жизни он кажется другим он жизнь оказался еще более крутым и еще лучше чем я себе представляла и все эти сотни часов интервью отсмотрены они просто вот вылились в реальность и я стояла когда разговаривала про книги с ханси я просто не могла поверить что это происходит я была настолько в состоянии аффекта что вот когда вчера вечером искала в телефоне материала вот который здесь вам как-то показать там фотографии какие встать а кстати вот фотографии вот с ханси вот с ним и с джоном джона кстати в руке можно заметить мой подарок я среди всего что было в телефоне нашла видео запись о которой я не помню я вышла с мит ингрид нас раз нам разрешили остаться на саундчек уже не выходить в очередь понятно и я себя снимала то есть какие-то там эмоции говорила вы сейчас то увидите а я не помню как я это записывала то есть у меня вообще вот в памяти какие-то моменты 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 и я думаю хорошо что я после концерта вышла и себе просто в заметки на строчила вот все что там происходило в деталях и в мельчайших подробностях потому что сейчас бы я уже точно про это забыла у меня эмоции бы все вытеснили ну конечно же за мит ингрид я не догадалась ничего снять а сейчас на саундчеке вряд ли что-то слышно но ребята были такие милые все подписали что я хотела и это было просто фантастически я перед этим сидела со своей подругой и вот это чувство исполнения мечты которые я не ощущала ни разу в жизни она меня до сих пор нет не отпускает и остается со мной я не знаю вообще когда-либо она меня отпустит или нет очень надеюсь что нет и и вся атмосфера концерта вот до между разогревом и между тем как вышли сами сами dimons and wizards зал начал просто петь бардсонг это одна из моих любимых песен пертуара blind guardian если вы ее не слышали вот небольшой фрагмент я вам покажу просто чтобы вы понимали о чем речь я и так зал всегда поет а здесь еще просто в ожидании музыкантов от начала до конца да там с какими-то косяками ошибками но это такое чувство единения что ты в толпе своих единомышленников родственных душ поешь любимую песню и сейчас начнется этот концерт и это был такой восторг на потом уже когда они вышли заиграли я стояла вот прямо самый первый ряд обычно я стараюсь на концертах занимать где-то второй или третий чтобы обжелезные заграждение мне ребра не помяли потому что уже был печальный опыт здесь же не было никаких заграждений я просто так на сцену стояла опиралась но мне роста не хватало но я все равно как бы была максимально близко поэтому все фрагменты которые буду вам показывать это чужие мои были вот с такого ракурса и мне даже не хотелось доставать телефон я буквально вот ну два там два кадра два кусочка себе сняла чисто вот чтобы в памяти осталось как это было и как я на это смотрела записать кусочек мы только что вышли и у меня во первых это один из пяти трех ладно окей трех лучших концертов на которых я была и вот я последний раз рассказывала про вантазию что это были три часа просто ада и жары здесь было невероятно жарко но это был такой кайф вот какое-то не знаю ощущение единение всей публики о боже мой и я постоянно чувствовал но это еще началось на митэнгрид что у меня сбывается мечта и это происходило вот каждую минуту этого концерта и был совершенно восхитительный сет лист и когда они заиграли welcome to die это одна из моих любимых песен опять же у blind guardian мне просто сорвало крышу я не знаю как назвать по-другому это чувство что все я чувствую что у меня сейчас эмоции просто разорвут то песня начинается со строчки close to insanity и я вот максимально прожила эту строчку вот этой строчкой можно описать все мое состояние в этот вечер и это был такой отрыв что у меня до сих пор вот у меня шея весь плечевой пояс у меня все болит я чувствую когда я завтра буду вот с преподавателем по сценической речи разговаривать она точно что-нибудь заметит и отругает меня но мне абсолютно все равно потому что это было так круто и ребят я не знаю как это как это передать через экран как поделиться с вами вот в полной мере этими эмоциями но я всем искренне желаю попасть на концерт своей любимой группы и настолько оторваться настолько его прожить чтобы у это осталось с вами просто до конца жизни это то что вот поддерживает дает энергию это было просто невероятно я вам сейчас покажу вот может пару кусочков концерта оставлю ссылки на что можно посмотреть что у меня есть но и но и и и и и и и а и и и и и и и и А еще я абсолютно точно решила, что вот каждую пятницу буду делать обязательно музыкальную паузу, рассказывать вам про какую-то группу отдельную, или про проект, или что-то в этом духе, больше рассказывать про любимую музыку, как многие из вас и хотели. И про Blind Guardian мы обязательно поговорим, и про связь их творчества с литературой, и с моей жизнью, и насколько все это перемешано. И я очень счастлива, я в таком приподнятом настроении, мне хочется снимать, мне хочется творить, мне хочется читать, мне вот просто хочется действительно жить после этого концерта, вот настолько я подпиталась и подзарядилась. Надеюсь, вы хоть немножко тоже поняли мое состояние. Мы с вами увидимся уже буквально в это воскресенье, выйдет вторая часть «Читала до рассвета», пока я на эмоциях готова вам рассказывать про любимые книги и впечатлившие меня книги, и мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!